привет друзья немножко солнышко вышло а то было теме тьмущее куда-то тучки рассосались вон поплыли в ту сторону потому что ветерок пойдем посмотрим какие тут последствия у нас ливня ночного вроде все стоит радусов где-то 20 есть там он в серединке картошку немного положила дойдем глянем поближе что у нас тут положила но промочила вроде хорошо даже под солнышком видите все не просохли видите полегла моя картошечка легла это вот ранее надо ее копать начинать тоже отсюда брать копать еще как себе еще стоит мой хорошенько этот уже полегает скоро будем убирать от поляже так и будем убирать сразу хорошую погоду солнечную кабачки стоят вроде бы огурцы тоже вроде бы висят но даже вон подросло пару штук вчера были малые я боялась рвать его трубки подросли какие-то надо снизу взять листики обрезать те крайние видите ближе к солнцу ну потом солнце на них на всех светит но с краю то понятно видите как выше потянулись а может от сорта зависит надо посмотреть меня где-то записано какие-то сорта сидят у меня тут вроде все хорошо алисом цветет лобелия цветет бархатцы зацветают красота петуния пересадила ближе в заборах но мне тоже вроде как тут надо пойти ударить цветочки которые дождем прибило и помея моя хочет плестись дима скосил вчера травку слава богу надо пойти немножко от своего забора отгрыбки так что вот такие вот дела делишки смотрите на мой курительный табак что делается что делается с курительным табаком вау посмотрите какой здоровый какие у него пустые стволы вот смотрите собирается вроде как зацветать там тоже внутри такая штучка написано что у него очень даже красивые цветы наверное это будут цветы да здесь есть во всех есть цветы хотя здесь три разных сорта у меня посажены три разных сорта красную смородину собрать я так не люблю и собирать надо как-то сашу говорить смотрите бархатцы здесь уже растили хорошенечко красивые пушистики гератом здесь лобелия цветут табак здесь еще не цветет пока под грушкой ой тут хорошо как по прохладненько сегодня же прямо читала как он называется этот цветок как-то на f на f по-моему и опять забыла сейчас посмотрю скажу вам обязательно это называется физостегия физостегия мне нравится посмотрите какие красивые колокольчики вот так цветут там у меня есть вот тенечки под яблони там еще и цветут там более тени вот они получатся по очереди здесь будут зацветать а там зацветут красота лагурус пушистик видите утром вообще лежал немножко поднялся к солнышку надо уже нарезать себе сухой букет написано как вы колосится тогда срезать а как понять как он вы колосится даже не знаю как это понять вы колосится вот питуньки так что еще хотел показать вот здесь тоже бархатцы видите бархатцы зацвели красиво и посмотрите дельфиниум дал столько много новой поросли я его пересадила и собирается еще и цвести видите молоденький вот этот старый я цветок убрала и эти самые львиный зеф цветет и посмотрите как бы не вовремя она была подмерзшая решила зацвести и остильба моя он ожил этот как он называется ой бальзамин видите будет цвести петунька здесь он колокольчик беленький цветет и здесь тоже у нас уже у нас ела на рулетка видите видите что происходит смотрим нету корешках сажрала гадина вот здесь петуньи тоже как побила дождем некрасиво смотрится надо удалить старые цветки но это кропотливая работа такая конечно но будет красивее когда удалишь намного красивее красота так что у нас здесь ой хорошо когда солнце пропало чуть-чуть свежее когда солнце вот так парит противно беленькие мы тоже махаться здесь зацвели здесь что здесь все зелем заросло посмотрите сколько раз уже я полола даже не вспомню опять везде пошла трава надо становиться и полоть он майон лайт гортензия листики почему-то какие-то подсохлые желтые не знаю почему крупнолиственная это вообще крупнолистная не цветет в этом году тоже непонятно все сохранилось почки все распустились а цветков не дала не понимаю почему не понимаю красиво цветет только пока что локс розовый вот надо удалить его на телах это самая розочка пеновидную надо сдавить цветок чтобы остальные бутончики расцветали видите на бутончик нераспущенный прилип старый цветок надо вовремя все удалять тут вроде еще цвело хорошо а дождь пошел и повредил тут все так выламываем все увидите вон два бутончика еще вон сколько много тоже дала новенькие отросточки и они все решили зацвести слава богу красота вон и хиноцея как уже расцвела видите под яблоком уже вон бархатцы расцветают и бархатцы вот эти крупные высокие здесь расцвели и он уже бутончики дала моя это как она называется как только начинаю показывать сразу все вылетает из головы все названия старость не радость вот из эстегии это видите здесь еще еле еле только начинает тенечки зацветать а потом зацветет вот эта красота начинает зацветать уже гелениум видите как красиво красота циния вспомнила циния циния моя видите на бутончика ожила немножко слава богу вот помните рассада какая была чахленькая ну здесь вообще непонятно лобелия цветет почему здесь то не начали загибаться 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 одна за одной и сейчас не особо-то хотят цвести не могу понять чем причина в торе там не вылазит ползает туда-сюда могу понять лобелия цветет здесь красиво синяя и голубая надо подполоть уже опять вот солнце пропало холодно сразу ветер холодный какой-то нарисовался о базилик труху мою жил пошел дождик так что здесь после дождика есть после дождика тоже поприбивала травки ничего сальвия растила красота посмотрите на эту хосту она здесь в тени она зацветает позже зато посмотрите как она красиво тетет в этом году просто обалдеть очень красиво далека смотрится хорошо ну шапки в артенде в этом году я и почти до земли вырезала вы смотрите что за жук что-то за жук может это какой полезный какая бронзовка смотрите какие огромные шапки и почти до земли обрезала все кричала выкручу выкручу выкину она так зацела обалденно что морковку надо прорывать как-то хоть и мокро но надо посмотрите как красиво самосевная лобелья как она цветет приземистый низкий кустик на сколько цветов просто обалдеть что печурка наша стоит накрыли мы таким стеклом старым от старой газовой плиты очень удобно тыквы мои посмотрите полезли уже на газон сейчас саша будет кричать какие невозможно тыквы разлезлись а что я сделаю я их вроде так ряденько посадила но они все равно тут начали плестись и заплетать хоть бы пару штук завязалась я уже не знаю не хочу лезть не знаю кого тут где кого прощипать ничего не поймешь и я не полезу кого прищипать его на сорт только залезть вырвать все их полола полола тщательно хорошо полола поэтому почти травы под ними нет только на свободном месте видите сразу вылез на суд один видите ки колючки так он их не скосил на на косилка даже не берет пойти что ли самой высечь лопатой или чем-нибудь так оттяжка у нас дело идет эта картошечка сама поздно посажена видеть эти вот хорошая такая земля хорошая главное что камни дать активизировать так и что получается пропустила штуки кожу к какого-то жучка видите он маленький кто-то здесь все-таки успел отложить какие-то яйца зараза но не кто-то слава богу немного вовремя заметить и ликвидировать вроде тогда полосатые все собрала наверно кто-то успел отложить но слава богу немного вроде больше нету тоже должна быть неплохая картошка видите хорошая цветет красиво вроде саша так хорошо скосил посмотрите после дождей сразу как отскочил опять газон моментально так и сделает саша любит этой косилкой механической бегать туда-сюда ну что идем кто и дальние клумбочки посмотрим что у нас там слышно вон хорошо как смотрите зацветает красота красиво очень красивая надо траву повырвать где тут повылазил агератор посмотрите сколько бутонов на нем на нем надо обязательно удара удалять старые сухие бутоны тогда лучше будет вести но пока тут нету еще старых сухих зато вон какая лебеда большая выросла здесь я пытаюсь вырастить эту иву на штамме что была такая типа пытаюсь не знаю вон снизу надо веточки удалить вот так как-то вроде бы более-менее нарисовалась какая-то пушистая это вот непонятно она во первых очень низкая не знаю надо и наверно обрезать подрезать алисом здесь уже все надо подстричь его чтоб он вторая волна цветения у него пошла хорошо вот здесь смотрите у меня тоже гелениум рассажен прямо на три кучки уже можно рассаживать и брать туда где он там погиб у меня доль забора и рассаживать какой марант смотрите огромный просто обалденный красота вкус картошки семян задохлик но подрос немножко сидит чуха посмотрите как разрослась ой-ой-ой написано на ней типа до 100 вот этих розеток вот этой травы до 100 штук развивается видите ну действительно похоже очень много и прямо до 600 штук орешек написано на ней может быть здесь тоже мрант смотрите табак какой вечером здесь запах стоит просто обалденный здесь табак уже цветет это были эти посажен он был отдельно три штучки в отдельные баночки поэтому он тут быстрее зацвел а тот который там под грушей у меня тут еще не цветет капуста посмотрите как неплохо завязалась он зато какие-то мошки по ней лазит уже посмотрите какие кача нищие это наверное слава он огромный какой кача вау 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 а это декоративная капуста зачесалась посмотрите как красиво я же бы ее посадила где-то отдельно на клумбу как это я как я ее пропустила как я там читала наверно без очков маленькие качанчики это на другой какой-то сорт и вот эта капуста почерявые такие листики забыла опять как называется очень вкусная мне нравится надо к ней привыкнуть мне она очень нравится свекла посмотрите хорошо что я не рассаживала она тут повсходила сама попозже короче и все тут заполонила всю грядку надо делать маринованные кабачки я их очень люблю но никак не пойду их делать так не люблю заниматься консервации последнее время не знаю почему я это дело очень сильно разлюбила и хочу вам что-то еще интересненько показать посмотрите вот эту капусту я донка так у черновые листья какая-то некрасивая думаю наверно надо за ткачан вырвать выкинуть смотрите какая здесь цветная капуста уже завязалась огромная уже можно будет скоро кушать обожаю жареную цветную капусту не лезли никакие мошки мошки-мошки кричка фиолетовая завязывается и бабочек и бессмысленно переводить табачную пыль она не дешевая потому что каждый день дождь и и смывает вот здесь я тоже прикрыла видите листиком красота что вот ну вот моя ранняя капуста осталось сколько раз два три три качана еще не треснули видите огромный какой вырос вон два треснули надо срезать и скушать один треснутый мы съели сашей сделали целую миску салата вкуснючего и скушали надо сельдерей корневой корни подорвать пройтись так что вот так как-то так вот это вот тоже будет вся цветная капуста тут еще позже и посадила еще не видно чтобы завязывалось вот такие вот дела друзья надо идти наверно там посеять пока сырая трава ой сырая земля перекопать выбрать корни и посеять газонную травку на том кусочке которые там разработала за домом смотрите такая газонная смесь меня есть из светофора вот сейчас я здесь буду перекапывать и и и здесь посею видите что здесь райграс пазмичный фестулолиум не знаю что такое тимофеевка луговая слышала овсяница слышала райграс однолетний даже здесь есть перед посевом обязательно перемешать а когда мы ее по шумаду сеяла я не мешала но ничего растет там травка где мы засевали так что буду сейчас перекапывать и выбирать корни где от хвоща может остались где что и подусеять саша говорит не надо перекапываться я сторонник чтобы делать все аккуратно смотрите выкапываются какие корни от хвоща ну пускай даже там и останутся где-то глубине но основную массу вот такую которая выглядит уже быстро опять я же все-таки выкопаю видите поэтому я сторонник уже если делать что делать аккуратно все хорошенько перекопала и как раз сюда пришло солнце о солнце какое-то очень противное не знаю ли она сейчас под таким углом но она так жарится и сразу такая парность дышать нечем практически потому что мокро влажность наверно высокая в общем и сам весь становишься влажный вот такая красота у меня тут получилось смотрите сколько корней я тут накопала так что если делать то делать аккуратно чтобы было все красиво сейчас беру большие грабли он они меня уже стоят на готове и разравниваю все хорошенько посмотрите что вы понимали какая духота на улице по мне прям течет под градом это капец посмотрите какая у нас есть специальная штука чтобы утрамбовывать землю под посев газона так вот берем и хорошенько трамбуем надеюсь вы знаете посев по газону вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот есть способ для ленивых кто не хочет трамбовать руками смотрите все утоптали хорошенько сейчас у меня есть вот такая штука распрыскивалка и попробуем ей поливать как из дождика красиво вот так пролила видите какая красота сейчас водичка впитается и буду сеять ручки помыла травку перемешала как написано на упаковочке и буду сеять сеять буду густенько трава ненадежная не посмотрела хорошо число исключено что и просрочено поворотик везде кругом видите крупненько из трава разные названия есть умеренько-меренько какая-то паховато видно солнышко слепит но вот так вот густенько густенько все засеяла видите какая красота что сейчас буду делать обычно заграбливают граблями я не буду граблями заграбливать я присыплю просто песочком вот так вот песочком попробовать посыпать насколько это будет правильно песок сыроватый надо было сухой взять но Саша меня не слышит ну хотя с сыроватым тяжело присыпать а все равно потом еще сверху надо полить был конечно видно лучше когда присыпано уже все черное и видно что присыпано песком непонятно так все песочком все присыпала хорошенечко видите как получилось красиво заодно и проверим как из песочка вылезет хорошо или нехорошо в прошлом году я подсыпала компост наверх а в этом году решила песочком потому что тачка как раз таки занята с песочком а за компостом чтобы идти надо тачка так что вот такая красота сейчас полью из дождичка и все будем ждать когда обзойдет травка все пролила смотрите чуть-чуть кое-где земля просветилась но это ничего страшного вот такая красота получилась думаю такой же красивый горит кусочек как эта грядочка ну вроде удалось мне распалить костерчик смотрите как красиво горит ребрышки у меня снятые с грудинки уже замаринованы и салка пару кусочков ой так захотелось прямо чего-то вкусненького с костра в этом году даже ни разу не жарили ничего так что сейчас попытаюсь поджарить вроде распалила с трудом мне это далось но вроде горит красиво ой как тут жарко возле костра спичурка красота да главное что удобно жарить там в тазу в этом так надо было на корточке приседать или рачком а тут прямо стоишь ровненько красота мне пока что эта идея нравится ну посмотрим как тут будет жариться на моей решетке вроде горит будем ждать углей все печурка моя горит а я иду прорывать морковку в это время как раз тут рядом все под наблюдением морковочку закончила прорывать все красота пускай растет теперь а в это время наверное почти готовы мои угли и профессор вышел на готовые угли так угли готовы я там немножко пополола сейчас прибежала чтобы разложить рыбрышки смотрите какие классные рыбрышки с грудинки сняла аромат на всю кухню просто супер ой какой запах прямо не могу кажется бы уже ела уже бы кажется хрызла ой какая красота и салко буквально нам тут сашей по три кусочка салко нам не поместится под ним махом сало может быстрее пожарится сало снимем сейчас будем продолжать жарить рыбрышки красота друзья посмотрите какой супер кайф аромат на весь участок первый раз в этом году жарим на улице так же это будет вкусно посмотрите какая красота зажарилась как красиво так люди пошел дымок а то они всегда все-таки жарят а мы завидуем все готово удачно склеилось раз и все вырвала такие красивые помидорки хурма и полосатый тигр амурский тигр вернее синюю луковичку и пойдем кушать домой вкуснятинку все друзья все готовы наши рудочки все снимала ваше 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 и идем кушать посмотрите какая у нас шикарная поляна можно было бы на улице но решили дома на улице очень жарко помидорки свои лучок свой все свое сейчас попробую что у меня тут получилось бомба ракета когда маринуешь мясо или салка жарить самое что здесь дает и мягкость и вкуснятину это сушеный укропчик это просто нечто вкуснейшее лучок конечно можно было замариновать но и так пойдет жарьте обязательно костре себе мяско очень вкусно да что значит вкусно покушала видите здесь все пропало только цветочки еще хочу отсевшие удалить красота получилось здесь тоже все пропало так хорошо это я сегодня психанула здесь все пропало смотрите самосевом какая-то петуния вон повылазила люди у меня здесь петуния не сидела откуда нас насеялось так все вокруг пропало а и он чуть-чуть осталось под этой самой пару травинок под сосной так неудобно сюда подлезать она такая колючая так все кругом красота есть тоже все пропало в эту клумбочку вот такая тоже здесь красотища все друзья решила монтировать видео пораньше а то как-то стало намного хуже все смотреться это все-таки как бы моя работа поэтому на сегодня все вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока